Всем привет! Сегодня я, Алексей. И мы продолжаем для вас читать Бесконечное Лето. Мы, это я и моя племянница, Аня. Всем привет! А мод мы читаем... Саманта! Да. И мы остановились на том моменте, когда... Семён... Электроник... Славя... И Ольга Дмитриевна, представляете, даже Ольга Дмитриевна пошли в катакомбы, а не все вчетвером, искать этого балдуя Шурика, который якобы убежал сюда. Но что же на самом деле-то произошло? А вот давайте сейчас и выясним. Наши друзья тут устроились на небольшой привальчик. Увидели свет, как говорится, в конце туннеля. Но решили не торопиться с выходом наверх из катакомб. А устроить... Отдых. Итак... Произведя ревизию продуктов, мы уселись на видавшей видоматрасе возле стены. Стали жевать и болтать. Ты можешь себя представить лет через десять? Каким ты будешь? Примерно таким же, наверное. Как же так? Ну что-то же изменится. Сейчас я спокоен. Ну, день сегодня беспокойный, конечно. Но в целом, кажется, что я именно там, где должен быть. Не знаю, что будет через десять лет, но спокойствия не будет. Что помешает быть спокойным через десять лет? Ну, это как дамоклов меч взрослой жизни. Жизнь уже не катится. Словно по рельсам, как это было в детстве. Нужно будет делать выбор. А как? Просто идти вправо, как делаешь ты. Возможно, я из тех, кто просто остается на месте. Буриданов осел. Буриданов осел? Буриданов осел? Да, меч осел, минотавр. Древние греки, да, медовольные. Прохладно тут. Хорошо, что свитер захватила. А мне нормально. Неохота возвращаться в шахте. Спать хочется. Славя положил голову мне на плечо. Вдыхая запах ее волос, я поймал себя на мысли, что поход удался. Время шло. Проснись, Семен. Слышал сигнал на обед. Что? Да мы уже пообедали. Но сигнал, мы рядом с лагерем. Давай позовем, вдруг кто-нибудь услышит. Мы поднялись к решетке и начали кричать. Чего бы я не тех? Ульяна, позови кого-нибудь из взрослых. Пусть нас выпустят. Из взрослых? А я чем плоха? Если сладишь с этим замком, ничем. Если сладишь с этим замком, ничем. Ульянка минут двадцать ковыряла замок проволокой, пока не сдалась и не уступила место поварихе с ломиком. Мне стало немного стыдно, что даже не попытался выломать решетку сам. Тем не менее, мы были на свободе. А именно, на площади. Люк скрывался в траве за статуей Генды. Вот так вот. А вы чего там делали? Укромный уголок искали? Хм, что тебе скажи. А ты чего тут делала? Прямо как ждала нас. Не заметила. Знаменитая благодарность Семена. Я из-за вас обед пропустила. Я из-за вас обед пропустила, между прочим. У нас тут от сухого пайка осталось. Держи. Кстати. Кстати, Ульян, а Шурик не нашелся? Так он вернулся давно уже. Что же ты молчала? Столько времени потеряли. Где он? А ты не спрашивал. В кружке своем, небось, Где ему быть еще? Где он был? И как он все объяснил? Сказал, что на лодке Ходил за дальний остров рыбу ловить. Врет он! Идем. Славя. Славя сидела на лавочке И потирала ногу. Кажется, подвернула все-таки в шахтах. Думала, пройдет. Хорошо, что назад идти не пришлось. Так тебе в медпункт надо. Как не вовремя. Ой, ладно. Иди за своим Шуриком. Я провожу ее в медпункт. Только не деритесь. Там без меня. Спасибо. Так и сделаем. Но сначала я решил заскочить в библиотеку. Проведать Лену с Самантой. Вернулись. А ты чего тут одна? Где Саманта? Ну, только ты не злись. Она в порядке. Где? От испуганной Лены ответа было не добиться. Ладно, я не злюсь. Где она? В клубе с Шуриком. Ну да, где же еще? Спасибо. Хорошо присмотрела. Переборв желание грязно выругаться, я поспешил покинуть библиотеку. Семен, постой. Что ж такое? Все меня задержать пытаются. Ну, что еще? Ну? Ты ошибаешься насчет Шурика. Он увлечен. Но не так, как ты думаешь. На чем ты? Чем увлечен? Самантой. Откуда тебя знать вообще? Он на меня напал, и на нее нападет. Не нападет, а ты пострадал, потому что он ревнует. Только сам не понимает. Читай меньше любовных романов. Хотя это уже Фрейд какой-то. И вот я второй раз за день показываю свои лучшие скорости. Кружок кибернетиков. Только бы не пусто. Не пусто! Когда дверь отворилась, передо мной предстала следующая картина. За столом Шурика Саманта. Юный кибернетик прилаживает к ней проводки из своей любимой коробки правды. Сперва бей, потом спрашивай. Стоя на месте криминальный мерзавец. Ну, сразу в бутырку зачем? Поговорим сначала. Стоя на месте криминальный мерзавец. Попался, сукин сын. Ты что делаешь? Ээээ... Испытываем новый прибор. Саманте интересно. Я выломал заклеенную крышку по второму разу. Позорные внутренности прибора в кавычках показали снаружи. По крайней мере, Саманта теперь была на моей стороне. Ээээ... Ну что? Он еще не закончен. Бесполезно. Я у тебя сдал. Говори правду, иначе попадет и ему. Ну, имей смелость уже. Шурик паник. Была и воинственность исчезла. Ладно, признаю. Я следил за вами. Все такое. Этой ночью тоже. И... Утром после нашей... Встречи... Ну, ну... Я выбросил маску в шахты. Потом вернулся в лагерь на лодке. А лодка откуда? Заронье приготовил. Там на берегу спрятал. В камышах. Ты правда думал, что я тебя не узнаю? Еще и со всеми этими штуковинами ты вел себя как полный псих. Я никому плохого не сделал, правда? Ну, да. Только подвесил меня. Славе ногу подвернула. А те двое все еще где-то в шахтах бродят. По-хорошему, теперь их искать надо. Хорошо. Я сейчас же пойду за ними. Сперва скажи, зачем ты все это затеял? Я ошибался. Теперь вижу, когда познакомился с Самантой поближе. И что это за ошибки такие? Да, со мной бывает. Зацикливаюсь на чем-нибудь. Лена тут еще мне книжку про шпионов дала. Ага. А мы на Славе все думали. Извините. Это все надо обдумать. Если правда пойдешь искать их, вот тебе фонарик. Спасибо. Прости уж за утро. Let's go. Идем, Саманта. Мы с Самантой вышли из клубов. Я поведал ей суть нашего разговора. Значит, это был он, кто шумел и пугал меня? Не уверен, но в любом случае, это закончится сегодня, обещаю. Мы договорились разойтись по домикам на время. Немного отдыха мне бы не помешало. Незастеленная постель недвусмысленно предлагала свои услуги, и лишь большим усилием воли я отказал ей. Не стоило брать послеобеденный сон привычку. Не в детском саду уже. Но с сонливостью что-то нужно было делать. Например, пойти освежиться. Я направился к умывальникам. На месте я увидел Ульянку, набиравшую воду в трехлитровую банку. Опять какую-то шалость готовит. Лучше не спрашивать, а то еще втянет в свое мокрое дело. Впрочем, сбегать отсюда тоже как-то не солидно. Привет. Тьфу! Чего подкрадываешься? Ну как там твой Шурик? Сознал, кстати. Пусть Ольга Дмитриевна с ним разбирается. Но рожу ты ему начистил? Или он тебе? Хе-е-е! А где Алиса, кстати? Сегодня почему-то дома сидит весь день. Ага. Вот и хорошо. Нам надо бы поговорить втроем, если ты не против. Пошли к вам. Звучит не очень, но пошли. Ага. Ну, а к Алисе мы уже с Ульянкой пойдем в следующей серии, наверное. Потому что там уже вроде как другой уже сюжет намечается. Алиса, Ульяна, ну, сами понимаете. Так что это оставим на следующую серию. А сейчас еще раз напоминаю, чтобы побыстрее серии выходили, одних просмотров мало. Да, просмотры нас радуют, но ребят, имейте совесть. Ну, хоть пару комментиков то оставьте под видео, пожалуйста. Нам будет так приятно, правда. Хе-хе-хе. Ну и подписаться не забудьте на мой канал. Ну, все. На этом мы с вами прощаемся. Продолжим в следующей серии. Всем пока. Пока.